В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи в размере 1500 монатов. Это порядка 66 тысяч рублей участникам Второй мировой войны. Кроме того, вдовам, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, а также лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, участникам блокады Ленинграда будет выплачена материальная помощь в размере 750 монатов. Соответственно, это порядка 33 тысяч рублей. На выполнение данного распоряжения из резервного фонда президента Азербайджана будут выделены 5,9 миллиона монатов в порядках 260 миллионов рублей. В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана отметили, что распоряжение Ильхама Алиева коснется 7600 людей, среди которых 264 непосредственных участников Второй мировой войны. В ведомстве подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом единовременная материальная помощь, предусмотренная для данной категории лиц, увеличена на 50%. Отметим, что в Азербайджане 9 мая день победы над фашизмом является официальным праздником и выходным днем. В республике свято чтят историческую память об этой войне. Ежегодно 9 мая президент и первая леди Азербайджана встречаются с ветеранами и отдают им дань уважения. В этот день в стране проходит всенародная акция шествия «Бессмертный полк». В Азербайджане с 27 апреля снимается часть ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе при Кабинете министров. На первом этапе смягчения карантинного режима с 0 часов 27 апреля разрешается деятельность ряда сфер торговли и услуг. Будет возобновлена работа магазинов за исключением торговых центров, разрешается деятельность частных преподавателей, кроме групповых занятий, а также еще ряд услуг. Работодатели смогут получить разрешение на передвижение лиц, занятых в сферах, деятельность которых разрешается, воспользовавшись системой электронной подписи на государственном портале. Кроме того, отмечается, что с 27 апреля вводится послабление на выход из дома. Время пребывания за пределами жилья продлевается с 2 до 3 часов. Вместе с тем, сегодня Всемирная организация здравоохранения поблагодарила народ Азербайджана за строжайшее исследование, введенным в стране ограничением в связи с пандемией, при этом отметив, что на фоне предстоящего смягчения карантина все же важным остается соблюдение высокого уровня мер безопасности. Сегодня в Азербайджане выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек скончался, 65 человек выздоровели. Таким образом, за весь период на территории страны выявлено 1592 случая инфицирования коронавирусом, вылечилось 1013 человек, скончался 21. В соседней Грузии также с понедельника 27 апреля отменят часть ограничений по коронавирусу. В частности, будет отменен запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков. Между тем, число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки возросло на 6 человек, достигнув за общий период 431 человек. В карантине остаются больше 5000 человек, еще 578 находятся в стационарах. В Армении число пациентов с выявленным коронавирусом за сутки возросло на 73 человека, 3 человека умерли. Таким образом, число случаев заболевания коронавирусом за весь период достигло 1596, 27 человек скончались. В самопровозглашенном Нагорном Карабахе на оккупированных территориях Азербайджана подтвержден 8 случай заражения коронавирусом. Тем временем, в России о смягчении ограничительных мер пока речи не идет. Россия входит в десятку стран по числу заразившихся коронавирусом. За сутки выявлено 5849 больных с COVID-19 в 82 регионах. Большинство в Москве – это 2957 человек. 60 человек за сутки скончались, 677 выздоровели. Общее число инфицированных по стране возросло до 68 622 человек. Жертвами заболевания стали 615 человек. Сегодня власти Москвы заявили, что не планируют ослаблять режим самоизоляции на майские праздники, так как поводов для смягчения нет, поскольку идет ежедневный прироз заболеваемости. Между тем, Всемирная организация здравоохранения включила 9 российских разработок вакцин против COVID-19 в список перспективных. Министерство иностранных дел России прокомментировало Москва-Баку заявление армянского внешнеполитического ведомства, в котором оно попыталось, по сути, опровергнуть сделанное на этой неделе главой МИД России Сергеем Лавровым заявление относительно поэтапного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Напомним, что накануне в МИД Армении заявили, что с 2018 года республика не ведет никаких переговоров с Азербайджаном на базе поэтапного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Ранее с подобным заявлением 21 апреля накануне переговоров с министром иностранных дел Азербайджаном в онлайн-формате выступил и глава внешнеполитического ведомства Армении Заграб Нацаканян. Комментируя данное заявление в МИД России, нашему агентству Москва-Баку еще раз подтвердили наличие среди элементов Нагорно-Карабахского урегулирования возвращения Азербайджану территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха. Цитата. Наша позиция как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно озвучивалась в совместных заявлениях высшего руководства России, США и Франции. В ее основе лежат основополагающие принципы Хельсинского заключительного акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. Среди элементов урегулирования, содержащихся в этих заявлениях, возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения. Что касается документов и предложений, которые рассматривались и рассматриваются, то министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров их перечислил. Заявили в российском внешнеполитическом ведомстве и подчеркнули, что консультации на тему Нагорно-Карабахского урегулирования продолжаются, о чем свидетельствует состоявшаяся 21 апреля видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредедателей ОБСЕ. Напомним, на днях в ходе видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени Горчакова министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования активно обсуждаются документы, которые предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предусматривая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем – освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. В России и других странах мира сегодня начался первый день поста священного для мусульман месяца Рамадан. Это месяц, когда Мухаммад получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. В месяц Рамадан людям был неспослан Коран. Священный месяц начался накануне вечером за ходом солнца. В Азербайджане первый день поста священного месяца, который здесь носит название Рамазан, наступает завтра, 25 апреля. В течение священного месяца мусульмане придерживаются поста. Ни есть, ни пить нельзя до захода солнца. В течение месяца необходимо совершать больше добрых дел, помогать ближним, неимущим, страдающим. Отметим, что из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, мечети России и Азербайджана на данный момент закрыты для верующих. Совет муфтиев России накануне священного месяца обратился к мусульманам страны и призвал верующих в условиях карантинного режима из-за коронавируса молиться дома, быть еще более сплоченными и даже в самоизоляции стараться совершать добрые поступки. Это была новостная картина с сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале москвабаку.ру. Добрых вам новостей! Добрых вам новостей!